друзья мои добрый вечер поздний вечер время мои дорогие 11 час вечера ну я сейчас как бы свободно от других дел все подготавливаю к новому году дом потому что в другое время у меня нет времени другое время у меня нет времени было подготовить дом много занимал времени у меня огород и сад вот к тому же я помогала дочке с домом с ее новым поэтому друзья мои сейчас у меня вот именно вечером свободное время и я хочу вам сказать сейчас приближается новый год я занимаюсь тем что подготавливаю свой дом к новому году мне хочется чтобы у меня было все ярко красиво празднично вот посмотрите я все своей комнате украсила я украсила все на кухне но я покажу это в следующий раз я вам уже показывала как я переделала шкаф и свои булочки для цветов а сегодня друзья мои я хочу вам показать такое дело скажем так щепетильно если можно сказать значит у меня на дверях висел календарь за 2015 год это был православный календарь и на нем была вот такая вот такой лик божий назывался этот лик икона спас нерукотворный но дело в том что за столько лет конечно этот календарь очень оборвался весь по краям везде и мне пришлось его убрать двери но иконы я никогда не выкидаю или к божий тоже поэтому я решила сделать из этого календаря икону когда-то я показывала как я из открытки сделала иконку вот такую вот друзья посмотрите вот это иконка матерь божия с иисусом христом младенцем иисусом христом плохо видно сейчас попробую просто сейчас очень темно вот поэтому как бы нету фокуса сильного ну вот короче говоря это была открыточка очень хорошо виден лик марии и младенцы сегодня же я так я вот что хотела сказать мне как-то кто-то написал что ну я не имела права делать иконку из какой-то там фотографии или картинки это только дано людям специально ну как бы обученным для этого и мог это я не знаю как он и что он умел ввиду что я не имею права делать потому что это но щепетильная что ли дело друзья мои но я вам так скажу глупости все это почему я не могу например превратить какой-то календарь который можно было выкинуть конечно но я хочу превратить его в икону и он будет как хранить мой дом как говорится потому что здесь действительно глика иисуса христа короче говоря я вам так скажу я обрезала все оборванные края вот отрезала вот такую часть где молитва находится и все праздники которые не выходят из числа каждый год его я прилеплю себе на дверь вот сюда на свою дверь в комнате из лика иисуса сделаю икону как я это буду делать друзья значит что я уже сделала я прилепила бумагу на который лик вот на остаток значит скажем так потолочной потолочного плинтуса ну я думаю что я еще что-нибудь сюда приделаю конечно чтобы все таки было более плотненько это не могла поломаться и их буду украшать буду украшать друзья стразами различными всякими как получится конечно сам лик я трогать ни в коем случае не буду все как есть я буду только украшать вокруг лика божьего вот и ну как говорится что у меня получится я вам потом покажу значит друзья мои есть у меня очень много всяких разных магии так сказать коллекции разные стразики разные всякие и как говорится и дешевые и дорогие всякие всякие разные вот ну я буду стараться конечно все ж таки это иисус христос я верю в бога вот поэтому как вы меня поймите правильно друзья я никого не заставляю там делать как говорится верить в то что верю я кого верю я это ваше право ваше дело я просто хочу показать как можно из простого календаря сделать настоящую икону только и всего и если вы верите в бога и не выкидываете такие календари то вот можно превратить такой календарь в прекрасную икону которая будет вам служить долгие годы и так друзья я еще раз говорю я обычно не показываю как я это делаю почему потому что это кропотливая работа долгая я не люблю когда там это все это быстро быстро за секунду все это показали и все и готовая икона да или там картинка и так далее это кропотливая работа и я буду очень долго думать что мне подобрать поэтому вот я вам показываю что я уже сделала я приклеила на на потолочную потолочную плиточку вокруг обклеила как видите золотой бумагой самоклейкой чтобы все таки действительно было похоже на икону вот и теперь я начну ее украшать почему украшать потому что ну как правило иконы вы сами знаете мы привыкли что все иконы украшены стразами камнями всевозможными ну так как у меня конечно нет дорогих камней таких я украшу тем что у меня есть я считаю что каждый может это сделать как ему нравится но конечно не выходя за рамки того что есть как говорится вот все буквы какие есть я украшать естественно буду не буду не знаю но пока чтоб их не испортить вот поэтому буду делать то что я как говорится считаю возможным для меня сделать вот поэтому если вам интересно друзья можете посмотреть что получится из моей иконки вот надо сказать лик иисуса всегда у меня ну как бы покорял поэтому я ну знаете даже не знаю как вам правильно сказать вот я конечно же не могу просто выкинуть этот календарик поэтому я превращу его в икону вот так друзья если вам интересно оставайтесь со мной на канале вы посмотрите чем закончится моя работа спасибо итак друзья мои я закончила свою работу по оформлению иконы обратите внимание что у меня получилось единственное что я пока не могу делать сделать это покрыть сверху защитной пленкой которая вместо стекла скажем так просто мне сейчас нет вот ну обратите внимание как я оформила икону я украсила ее всевозможными стразами постараясь не портить рисунка и естественно не касаясь лика иисуса христа а только вокруг него я как видите украшала друзья может быть и кто-то скажет что я не имела права это делать кто-то там писал наверное сильно верующий человек писал что я не имела права украшать картинки делая икону но вы знаете друзья мои это мое личное дело и мне очень захотелось сохранить картинку скажем так сохранить календарь именно из-за того чтобы лик иисуса христа который я ну просто не могла выкинуть памятку праздников я повесила в себя вот как видите на двери теперь я никогда не ошибусь когда какой день отмечается церковного праздника итак друзья мои если вам понравилось как я из календаря сделала икону ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я много делаю поделок украшаю различные баночки и так далее может быть вам это будет интересно я понимаю что очень много каналов которые занимаются таким прикладным скажем так искусством но у каждого как говорится своя техника выполнения вот поэтому может быть вам понравится то что я делаю хочу показать еще последние две мои работы которые я сделала вот такие две баночки друзья обратите внимание как я их оформила это одна баночка и это вот еще одна баночка которую я оформила в таком вот как видите стиль надо там немножко прилипла вот такой вот получился у меня красиво такая получилась у меня красивая видите баночка друзья на этом пожалуй все что я хотела бы сегодня показать желаю вам приятных праздников праздников нового года а также приятно встретить рождество христово я желаю вам всем здоровья счастья любви пусть в вашем доме будет только благодать с вами была варентина канал сад и огород